Первый выпуск газеты датируется маем 1917 года. Учреждена была Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Называлась она «Известия». Газета за это время несколько раз меняла название, но с честью пережила и гражданскую войну, и Великую Отечественную. Также активно участвовала в жизни молодой советской страны во время восстановления и развития. Менялись редакторы, корреспонденты, но дух патриотизма и любви к родине оставался всегда. Сохраняет его и нынешний коллектив редакции, костяк которого помнят советские времена, годы перестройки и лихие 90-е, полноценно живут и сейчас. Именно «Рославская правда» освещала работу Смоленской АЭС с самых первых дней пуска. Первые подарки к юбилею коллектив редакции получил от атомной станции. Представители САЭС вручили поздравительный адрес и сувениры от директора Павла Лубенского, а также подарки от концерна «Росэнергоатом». Коллектив газеты отличает профессионализм, грамотность и творческий подход к делу. Сохраняя славные традиции отечественной журналистики, главными для вас остаются темы духовности, нравственности и патриотизма. Искренне благодарен редакции за объективное и правдивое освещение деятельности Смоленской АЭС, ее вкладе в социально-экономическую жизнь региона. Поздравить коллектив приходят и читатели. Особенно они благодарны редакции за то, что газету пенсионеры получают бесплатно. Коллектив и сейчас шагает в ногу со временем. Чтобы не растерять читателей, темы статей должны быть актуальны для любого человека. А это как раз, наверное, в связи с тем, что журналист должен всегда самообразовываться. И что 25 лет назад, что на сегодняшний день эта профессия, она это подразумевает. И те специалисты, которые 25 лет назад пришли, они постоянно растут, 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 но выросли в тех. И они соответствуют тем требованиям журналистики, которые на сегодняшний день к ним, значит, непосредственно предъявляются. Мы желаем редакции газеты «Рословская правда» отметить и следующий свой столетний юбилей. Продолжение следует...